Невозможно записать корень из двух в виде частного двух натурального участия. Оказывается, один из способов заключается в следующем. Представьте себе, что корень из двух это А разделить на В. То, что называется рассуждение от практики. В таком случае А это В. В таком случае А в квадрате. А это 2В в квадрате. И вот сейчас возникает очень красивая картинка. Господа, у меня ведь А и В это натуральные числа. А и В это целые положительные числа. Натуральные числа. Я беру и рисую квадрат со стороной А. Огроменный квадрат. Заметьте, пожалуйста, он состоит из клеточки. Если А и В целые, то это просто квадрат А на А. Классно? Отлично. Вот он есть квадрат А на А. А теперь этого квадрата я нарисую квадрат размером каким? В на В. Все понимают, что он зайдет ровно половину картинка. 2В квадрата – это А. То есть В квадрат – это половина А. В возникли 2 квадрата. Вот эти вот 2 квадрата в сумме по площади дают то же самое, что это. А это еще не замечательно. Потому что я сейчас могу вот их отразить относительно вершины. Вот это сюда, вот это сюда. И опять получится та же самая картинка. И меньший размер, и меньший размер, и меньший размер. И так будет до бесконечности. Только, господа, так не может быть до бесконечности. Почему? Да потому что у нас все это происходит отлично. У нас эти квадраты нарисованы на клетчиках внимания. А это значит, что каждый раз у нас хотя бы несколько клеточек уходит. У нас картинка становится все меньше, меньше, меньше. А когда клеточки уходят, 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 то фантазит будет. Та же самая идея, что у меня сегодня уже была. Когда какой-то праздничный уменьшается, в процессе обязательно будет. Ну вот, давайте, я это пришел не в рейтчиске. В рейтчиске это, на самом деле, пишется так. Если у вас вот такое равенство, давайте посмотрим, какая будет сторона у этого квадрата здесь. Вот это отрезка B, а здесь было отрезка A. Здесь было A-B в квадрате. Отлично. Это будет A-B в квадрате. Так, и теперь давайте посмотрим, какая сторона вот здесь. Ну это легко. Всего здесь было B, а вот это, мы уже поняли, было A-B. То есть надо, чтобы узнать эту сторону, из B вычесть A-B. Получится, понятно, что получится 2B-A. Замечательно. Так вот, ребята, я утверждаю, что если 2B-A ввести в квадрат, то это будет вот это. Пожалуйста, запишите себе эту формулу. Вот, ребята, для тех, кто знает формулу квадратратности, напишу, кто знает, вроде здесь спросите. Может на A-2-2B-B квадрат, да? Так, раскрываю скобки. Смотрите, минус 4AB, здесь квадрата просто исчезнет. Поэтому остается 4B квадрат плюс A квадрат. Это 2A квадрат плюс 2B квадрат. 2B квадрат сочетаем, это минус. И A квадрат сочетаем. Получается, что 2B квадрат в квадрат в квадрат. Ну, отлично. Действительно, так у нас было, все хорошо. Господа, в чем идея того, что я вам сейчас рассказал? Идея бесконечного смысла. Предположив, что сравнение имело решение правильных числах, я при помощи вот этой вот картинки получаю, что и меньшее есть решение, а потом еще меньшее, а потом еще меньшее. Итак, это первый способ. Второй способ. Давайте я вам тоже диаметрический нарисую. Он тоже очень простой. На самом деле он во многом похож на этой. Но мне кажется, что это тоже надо знать. Так, я больше, кстати, закручу, что у нас все ровно укладывается. Все хорошо. Итак, жил-был квадрат с целыми сторонами. Тот же самый квадрат со стороной А, да? Нет, вообще А, лучше В. Квадрат со стороной В, а диагональ у него была А. А и В целые числа. Вот тогда вот так. Замечательно. Я сейчас провожу окружность с центром вот в этой точке через вершину квадрата. И теперь еще у меня будет такое дело. Я хочу, чтобы сейчас возник новый квадрат с целой диагональю и целыми сторонами. Ребят, вот. Смотрите, что я делаю. Я продолжаю мне показать его пересечение. И после этого я рисую вот сюда. Все понимают, что здесь было 45 градусов. Здесь 90 градусов. Поэтому здесь будет тоже 45. Ну и, соответственно, дорисовываю треугольник тоже самое. 45-45. Отлично. Давайте поймем, почему у него со сторонами все хорошо. Это уже у него квадрат. Да потому что вот этот отрезок, он равен этому. Это просто-напросто А-Б. У меня А идут лицевые числа. Значит, А-Б тоже целые. Отлично. Немножко хуже обстоит дело с вертикалью. Почему вот этот отрезок на самом деле является целым? У вас возникает дельтоид. Возникает что? Дельтоид. Где? Смотрите. Видите основание? Основание А-это. Это чуть вверхая точка. Правильно. Коля правильно заметил, что есть вот такая замечательная фигура. Действительно она называется дельтоид. Но вообще я хотел не произносить это слово. Я хотел сказать, что здесь просто у меня две касательные окружности. Но да, научно это называется дельтоидом. Ребята, у дельтоида вот эти отрезки работают. Это очень-то важное свойство окружности. Оно часто использовано при решении задач. Всегда, когда у вас есть любая сложность и проведены с какой-то точкой касательной, то эти отрезки работают. Ребята, вот этот отрезок, он равен этому. Но при этом вы помните, что этот отрезок, этот отрезок, это все было отличено А-Б. Значит, вот этот отрезок, вот этот, это А-Б тоже. А если это А-Б, а всего здесь было Б, значит, вот этот диагональ получается, когда есть Б, вычитаем А-Б. Ну, то есть, А-Б. Мне сейчас надо сказать, не важно, сколько? Ваши человечества. В начале большого квадрата мы получаем вот этот маленький, меньший квадрат. Но если были рациональные стороны, даже целые, были целые в сторонах и диагонах, то и у этого квадрата. была сторона и диагональ целые. Ну и так мы сделаем дальше. То есть мы здесь опять проведем окружность, мы здесь опять проведем касательную, возьмем квадрат, проведем окружность, проведем касательную и так далее. Так будем делать бесконечно долго. Так, ребята, это вот второй способ. И давайте я все-таки расскажу способ из школьного учебника. Потому что это все-таки не произонтика стрессования. Способ из школьного учебника такой. Если А в квадрате это 2В в квадрате, то, как учат нас в школьном учебнике, обязательно число А будет четным. Согласны? Потому что квадрат нечетного числа что? Нечетное. А в квадрате число четное. Значит пишется А-четное. Это, кстати, самое короткое доказательство, мне кажется, самое понятное. Я думаю, что это хорошо тем, что мы использовали то, что это число 2. Число 7 или число 29 или число 35, все будет то же самое. А четное? Что такое четное число? Это 2. Значит пишем. 2С умножить на 2С это 2В в квадрате. На 2 сокращаем и включаем, что 2С в квадрате это В в квадрате. Ребята, а это значит, что число В какое? Тоже четное. Тоже четное. А что значит, что В четное? Это значит, что В это 2Т. Значит, 2С в квадрате это 2Т умножить на 2Д. То есть, С в квадрате это 2Т в квадрате. Вы понимаете, что С опять будет четное и так-то бесконечное. И получается, что у нас все время число можно делить, 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 делить на 2. И этот процесс что? Никогда не кончится. Но когда у вас есть натуральное число и вы его делите на 2. А вы видите, что здесь все время становится С в 2 раза меньше, чем А. Д в 2 раза меньше, чем В. Иногда эти процессы рассказывают по-другому. Говорят, что с самого начала запишем дробь А разделить на В в несократимом виде. То есть, максимально сократим в несократимом виде. Это значит, что в любом случае у нас одно из чисел А и В будет нечетное. И тогда ей не нужно дальше продолжать. А просто получается А четное, В четное. Значит, трое сократимо. А мы же ее правильно сократим. Ну, это уже реально. Из-за того, как рассказать это решение. Продолжение следует.